Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Разворот» в студии Оксана Антоненко. А в гостях у нас профессор университета Страдания, исследователь, культуролог Денис Ханов. Здравствуйте. Добрый день. И напомню сразу, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. Начать наш сегодняшний разговор хотелось бы с последних данных о социологических опросах, который вроде как бы был проведен среди русскоязычных жителей Латвии. Я введу в курс дел, наверное, тех, кто не слышал, может быть, об этом опросе. В передаче на КПР Сунега появился сюжет, позже появились новости на соответствующую тему, что якобы правительство заказало опрос для того, чтобы прозондировать настроение русскоязычных жителей Латвии. И получились, в общем-то, весьма интересные цифры. К примеру, 20-30% русскоязычных, то есть не латышей, в Латвии были бы готовы присоединиться к Евразийскому Союзу или войти в состав России. Самыми влиятельными лицами для русскоязычных оказались Ушаков и Путин. Есть также другие данные, их довольно много. Также хотелось бы отметить, что мы интересовались в пресс-службе правительства, где нам сказали, что ни про какой такой опрос не слышали. Также напомню, что правительство около полугода назад в августе опубликовало данные социологического опроса вроде как бы другого, который проводила кампания СКДС и который весьма широко обсуждался как в СМИ, так, в общем-то, и в самом правительстве. Там говорилось о том, что около половины русскоязычных считают себя патриотами, только 36% поддерживают Россию в украинском конфликте, ну и другие данные. В общем, картина получалась несколько иная. Вот об этих опросах сегодня хотелось бы поговорить. Насколько, может быть, изменились русскоязычные за последние месяцы, если это новый опрос? Может быть, возможно, каким-то образом манипулировать с данными, с ответами, с результатами, если по-разному задавать вопросы? В общем, действительно, разные картины, получается, вот из этих двух исследований. Мы не знаем, было ли второе исследование, и кто его, собственно, проводил. Скажите, вот насколько вообще, в принципе, объективны данные социологических опросов? Видите ли, есть такое понятие, как репрезентативные ответы, то есть количество опрошенных людей, которые могут теоретически, как конструкция, представлять все общество. В то же время необходимо понять, и я не социолог, что общество находится в постоянном изменении. Это изменение мнений, мнения подвержены всевозможным импульсам извне, мнения создаются также и в момент настроения. То есть, по сути дела, общество как таковое, по моему мнению, пусть простят меня мои коллеги и социологи, оно в какой-то степени вообще настолько изменчиво, что сфотографировать его можно, но буквально через мгновение могут появиться совсем другие настроения, отношения, реакции людей. Поэтому, так как мне ничего не известно о вами упомянутом втором исследовании, я, в принципе, комментировал в прошлом году в средствах массовой информации то, что было мне доступно на домашней странице госканцелярии. И речь идёт о опросе, который был связан с, скажем, с элементами принадлежности к латвийскому обществу, к Латве. И я должен сказать, что в этом первом исследовании в опросе было достаточно много, скажем, сюрпризов для меня, но они как раз были в такую светлую сторону, то есть в сторону позитива, потому что речь идёт о том, что наше представление о русскоязычном населении, которое полностью подвержено злому, гипнозу российских средств массовой информации, оказывается, не выдерживает, скажем, встречи с реальностью. Мы видим, что около, если не ошибаюсь, суммируя данные, около 44% русскоязычного населения как раз используют первичную информацию из латвийских СМИ, причём именно сначала из латышских, допустим, Делфи-версии латышской, а потом уже переходит на соответствующий вариант на русском языке. Поэтому я должен сказать, что в прошлом году, по моему мнению, у нас появилось основание для оптимизма. Я знаю, что оптимизм у нас вообще в стране не в моде, и его не любят, потому что, кажется, тогда нету изюминки или нет, допустим, истерики. Поэтому так как упомянутый вам второй текст мне неизвестен, и нам неизвестно, существует ли он вообще, я не видел в интернете никаких материалов, я поэтому хотел бы, в принципе, отстраниться от этой новости и поговорить как раз о том, что даже несмотря на позитивные опросы, у нас всё равно существует целый ряд проблем, которые нам необходимо решать. Первая проблема, по моему мнению, это, скажем, пространство латвийской истории как такая проблемная зона, где легче всего можно создать как раз вот эти трещины в обществе. Речь идёт о том, что у нас в стране не происходит работа над обществом и историей 20 века, мы почти не работаем над темами коллаборационизма, мы, в отличие от некоторых западноевропейских стран, очень медленно движемся в направлении открытия, скажем, каких-то болезненных тем для общественных вопросов. И есть ещё одна болезненная тема, у нас катастрофически, я бы сказал, хронически не хватает публичного пространства. У нас есть замок света, и я вижу, что эта библиотека становится всё больше и больше для людей как раз и пространства, где можно сойтись вместе и обсудить, что у нас нет агоры, у нас нет того, что в Древней Греции являлось пространством форума и общения. У нас есть целый ряд интернетных инициатив, и там, условно говоря, кто во что гораст, и достаточно большая нетерпимость как раз в интернете, как показывает индекс агрессии, который как раз создавали мои коллеги на кафедре коммуникации нашего университета. Но к тому же коллеги показали в своём опросе, что это в какой-то степени сезонные изменения, и у нас нередко вот эти линии раздора проходят как раз по вопросам несуществующего общего коллективного пространства памяти прошлого. И с другой стороны, создать его искусственно, это была бы иллюзия и пустая трата времени. Его нужно создавать как раз в рамках диалога. Я сейчас хочу сказать, что может быть кто-то из слушателей подумает, что это за болтовня, но дело в том, что долгое время я находился и нахожусь до сих пор в какой-то степени в пространстве между двумя культурами. Так получилось из-за образования, из-за того, что часть моей семьи, скажем, и русские, и украинцы, но я вошёл, скажем, в пространство латышской культуры с помощью Академии культуры, образования я сам преподаю на латышском языке, и общаюсь ежедневно со студентами, скажем, латышского происхождения. У нас есть много студентов и русскоязычных, но я вижу, как часто мы болезненно реагируем на тему, если мы не начинаем о ней разговор. Речь идёт о том же языком референдуме в феврале, значит, 18 февраля, речь идёт о событиях на Украине и присоединении Крыма в прошлом году. Эти темы у нас постоянно висят в воздухе и создают вот такие припоны и барьеры. Я вижу, что единственный путь, ну, по крайней мере, для меня лично, и я не претендую на то, что это нечто универсальное, это войти в пространство боли и травмы другой части населения. И не для того, чтобы стать суперлояльным. Именно поэтому статистические опросы по поводу лояльности, они важны, но они, по моему мнению, не являются главным фактором. Здесь, по сути дела, мы можем отстраниться от цифр и перейти на конкретного индивидуального человека. Готов я открыть своё пространство для травмы другого или нет? Могу я представить себе, как русский человек в Латвии, каково это, когда, неважно в каком году, неважно как надолго или как часто, кто-то входит в твоё пространство, исчезает твоё общество, твоё государство, твой ежедневный быт, тебя обязуют, допустим, выполнять какие-то другие условия, запреты на профессии, могут арестовать человека из твоей семьи, который не придёт больше никогда. То же происходило с русскими, с немцами, с греками в рамках Советского Союза ещё и в период чисто 37-39 годов. Мне этот опыт, к счастью, не был известен, но я вижу, что без того, чтобы попытаться войти в это очень болезненное пространство, у нас не будет возможности открытия диалога для того, чтобы создать общее, скажем, общее пространство. Я знаю, что всё больше и больше людям не нравится понятие интеграции, можно говорить там принадлежность, скажем, попытка включённости в это общество, но без этого болезненного пространства, без того, чтобы мы открыли эти травмы себе и в себе, не будет выхода на новое качественное пространство. Просто я, ну так получилось, что я живу среди латышского населения, среди моих коллег и друзей, и я вижу отголоски того, что мне нельзя пережить эмоционально, но я должен, имея и право, и это моя обязанность, интеллектуально понять и войти в это пространство. Вот там начнётся отголосок хоть какого-то диалога. До этого мы будем постоянно подчинены как раз вот, по сути дела, тому, что называется эксплуатация памяти. Только будут приближаться очередные выборы, и они у нас происходят раз в два года, коммунальные выборы и парламентские, и мы постоянно будем реагировать на эти болезненные импульсы, которые будут посылать, по сути дела, политики. Хорошо, давайте вернёмся на несколько шагов назад, и всё так постепенно и по порядку. Вы сказали, что у нас нет агоры, и агоры нам негде обсуждать некоторые болезненные темы. А как насчёт СМИ, социальные сети, общественное пространство? Хорошо, но наши СМИ достаточно разобщены именно по языково-культурному принципу, то есть язык в данном случае не преграда. У нас есть, например, ваш опыт, когда у вас есть, скажем, в пространстве вашего радио есть два языка, но если мы говорим о печатной продукции, то она, по сути дела, не только двуязычна, и это нормально, потому что рынок и аудитория может, скажем, создавать языковое пространство, пространство подписчиков, но речь идёт о том, что через язык у нас создаются достаточно параллельные реальности. Это вам скажет любой мой коллега, который исследует СМИ в области интеграции, я сам этим занимался долгие годы, и мы видим, что язык в данном случае создаёт мироощущение, и это мироощущение, они, мироощущение я, достаточно параллельны. А язык создаёт это мироощущение, вот эти вот разные пространства, или всё-таки та информация, те, может быть, клише, может быть, фобии, стереотипы, которые распространяются вот в этом конкретном языковом пространстве? Несомненно, потому что на самом деле язык – это синтаксис, пунктуация и прочее, но параллельно этому существует понятие дискурса. Это понятие очень не любят мои студенты, потому что оно очень абстрактное, но, с другой стороны, дискурс – это как бы такая плёнка, которая покрывает собой знаки припинания и так далее, и буквы, глаголы, неважно, какие части речи, и тем самым придаёт символическое значение фразам, датам, месяцам, конкретным людям, всему тому, что в теории коллективной памяти называется, ну, скажем, места памяти, или, вот, скажем, подобные сосуды, которые наполняются конкретным значением. Хорошо, а если теперь на пару слов вернуться к социологическим опросам, когда, допустим, в определённом языковом пространстве, к примеру, латышском на данный момент, мы говорили по поводу передачи на КПР, СУНГ, опять же, правительство, первый опрос был заказан правительством и, соответственно, разошёлся в первую очередь по латышским СМИ, в том числе по русским, но, так или иначе, когда в этом пространстве появляется какая-нибудь социологическая информация о противоположной, о второй группе, о которой, может быть, в этом пространстве не так много знают, это способствует интеграции или нет? Я думаю, да. И здесь, к сожалению, камень в огород наших СМИ и латышскоязычных, и русскоязычных. Нередко мои коллеги рассказывают, что, когда речь идёт о презентации какого-то проекта, который вроде бы по своему образу не встраивается в систему хронической разобщённости, которая у нас есть и оказывается всё более и более, скажем, интересно и полезно для тех, кто её эксплуатирует, то эта информация очень мягко, но постоянно игнорируется. То есть, например... То есть бесполезно рассказывать, допустим, латышскому обществу про то, что такое русский? Нет, я думаю, что виноваты оба медийных пространства. Нам нужны сенсации и истерика. Простите, но я, например, считаю, что то, что появилось в связи с якобы вторым существующим исследованием, я это считаю классической паникой, если не сказать чуть-чуть, скажем, менее лицеприятно. То есть опубликуйте тогда. Хорошо, в таком случае, когда появляется социологическая, к примеру, информация о противоположной группе, к примеру, в латышском пространстве. Публика склонна верить? Я, видите, я не имею права отвечать за публику. То есть ни один социолог, я к тому же ещё и вообще не социолог, а биокультуролог, не должен был бы быть столь высокомерным, чтобы считать, что он в состоянии познать общество. То, что я могу вам сказать очень конкретно. Стоит появиться к какому-то интеграционному проекту, неважно, в госучреждениях или, допустим, в сотрудничестве, или, например, появляется, не знаю, детский конкурс на тему принадлежности Латвии или многообразия культур. И, допустим, вручаются почётные грамоты и так далее. Или, допустим, идёт заседание Совета национальных меньшинств. Там присутствует в основном Латвия и Савииза, и я не вижу ни одного русскоязычного журналиста. Нередко у нас происходит здесь в вашей студии дебат, и я часто являюсь их участниками, за это я вас благодарю. Но дело в том, что таких форумов мало, и этого недостаточно. По сути дела, медиам нужна... Ну, меди работают по своему собственному, скажем, формату и законам, но хотелось бы, чтобы эта, может быть, общественная ответственность за то, что происходит в нашем обществе, могла бы распределяться хоть чуть-чуть более равномерно. То есть не только правительственные организации, не только НГО, не только учителя или профессора, но, может быть, было бы здорово, если бы, например, в рамках какого-нибудь, допустим, русскоязычного радио появился бы, может быть, дневник культурного диалога, ну или что-нибудь. Пусть это звучит банально. Хорошо, а ещё один короткий вопрос. Прежде чем мы уйдём на новости рекламы, нам уже, в общем-то, пора. Так всё-таки влияют данные, допустим, социологических опросов про русских на латышей? Любые данные, появляющиеся в публичном пространстве, имеют эмоциональную окраску, потому что цифры можно повернуть и так, и так. Сейчас мы прервёмся на новости рекламы, вернёмся буквально через несколько минут, не переключайтесь. На балдкоме разворот! Добрый день ещё раз, в эфире «По-прежнему разворот» в студии Оксана Антоненко. И в гостях у нас, напомню, профессор университета Страдания, культуролог Денис Ханов. Здравствуйте ещё раз. Добрый день ещё раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Мекс.Ньюс.ЛВ. Напомню, что начали мы наш разговор с социологических опросов, которые проводились среди русскоязычных жителей Латвии. Получились немножко разные картины между тем опросом, который заказывало правительство, и данные, которые были опубликованы в конце лета, и тем вроде как бы опросом, который был озвучен в передаче на КПР Сунега, но который, по словам, опять же, прислужбы правительства, правительство не заказывало. На ваш взгляд, что всё-таки больше влияет на диалог между русскоязычными жителями Латвии и латышами? Это всё-таки какие-то актуальные новости, какие-то высказывания наших политиков или какие-то более глобальные вещи, тот же 40-й год, советский период и так далее? Видите, по сути дела, 40-й год – это всего лишь сочетание четырёх цифр. Эти четыре цифры актуализируются каждый год в июне, в марте, в мае. То есть, по сути дела, история сама по себе, если так можно выразиться, равнодушна к обществу, но общество абсолютно неравнодушно к истории. И получается, что мы уже десятилетия, скажем, после падения Советского Союза, мы создаём целый ряд таких эмоциональных структур памяти, которые нужны и используются различными общественными группами, политическими группировками, профессиональными группами и так далее. То есть, это каждый раз, скажем, сценарий обработки прошлого, потому что как таковое, окаменелое и неизменчивое, его просто не существует. История – это проекция тех, кто её изучает. Пусть простят меня опять историки, но даже архивные документы, даже, скажем, я не знаю, те же дневники или протоколы заседаний – это всегда проекция тогдашнего периода тех, кто создавал, через призму кого воспринималась реальность, кто диктовал реальности, скажем, свой образ, своё содержание, свою окраску. Поэтому, например, Пьер Бурде, французский философ, вообще считает, что власть – это не что иное, как возможность диктовать другим, как выглядит реальность. То же самое и с историей. Поэтому, да, сороковой год – это является тем роковым годом, с которым мы всё ещё живём. И, по сути дела, Вторая мировая война для нашего общества действительно до сих пор ещё не закончилась по той простой причине, что мы не в состоянии обработать её содержание, её результаты. То есть, я уже упомянул в первой части нашего разговора, что очень важно для открытия диалога совершить в какой-то степени такой индивидуальный акт. Я бы сказал, может быть, даже мужество, по той простой причине, что в какой-то степени трактуя латвийскую историю так, как её трактует большая часть этнического большинства, я моментально выпадаю из своей группы, где может быть совсем другое представление о сороковом годе. У нас есть целый ряд молодых, скажем, авторов, писателей, поэтов, эссеистов, которые, например, так же, как и я, считают, что в какой-то степени нам необходим консенсус, который основан на индивидуальном покаянии. То есть, например, немецкий канцлер в 20 веке встал на колени в Польше и просил прощения, хотя сам не был связан с национал-социализмом, ничего подобного не совершал, не был преступником Второй мировой войны, а был, скажем, вот в эмиграции. Вопрос, который может вызвать огромное возмущение, почему, собственно, это необходимо сделать. Но индивидуально я должен был бы принять, ну, в какой-то степени, что я должен был бы быть готов к подобному же акту в переносном смысле. Я, например, никто из моей семьи этим не занимался, никто не участвовал в депортациях и так далее, никто не был в государственных службах, там, в КГБ или прочее, или в армии. Но когда я вижу рассказы пожилых людей, которые до сих пор с опаской и с болью вспоминают, как они вынуждены были от страха прятаться, потому что в каждый момент кто-то мог прийти и их забрать, и забирали, и потом не было никакой информации об этих людях, приходилось сжигать книги, письма, дневники. Что мне делать с этим потенциалом? Эти люди живут рядом со мной. В то же время я могу сказать, что как описать ощущения тех людей, которые из начала 91-го года вдруг стали, скажем, из этнически доминирующей такой негласной культуры, вдруг стали как бы никем. Вот кто такой Непилсон? Хорошо, а кто должен извиняться в нашем случае? Вы говорите, что должно быть какое-то личное покаяние. Да, это только индивидуально. Я сам, если я вхожу в пространство латышской культуры, я не могу в него войти без того, чтобы воспринять эту боль. Иначе будет постоянный забор, будет постоянная, скажем, прозрачная стеклянная стена. Подождите, а вот можно так на землю на пару минут спуститься? Нет, я вполне связан с реальностью. Вы физически изменяетесь перед латышами, прежде чем войдете в их круг? Нет, 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 нет никакого ритуального акта, нет никакого действия, но внутри себя, в восприятии, скажем, и себя, и окружающего мира, и мои латышеские, скажем, коллег и культурного пространства, я ощущаю ответственность, индивидуальную ответственность за то, что я не делал. Но есть целый ряд невидимых нитей связи между культурой и индивидуумом, которые в какой-то степени передают мне эти сигналы. Если я принадлежу русской культуре, то в какой-то степени это не только Чайковский и Балет и Эйфмана, это еще и 40-й год. Вот если я это воспринимаю как часть своего коллективно-индивидуального культурного прошлого, я выхожу на контакт с этим населением. Хорошо, что меняется после того, как вы внутри извиняетесь за 40-й год? Нет, я внутри не извиняюсь, я внутри чувствую свою ответственность. В том-то дело, что очень тонко... Хорошо, пока я не каясь надеюсь. Да, нет, я принимаю это как ответственность. Покаяние – это, может быть, было достаточно литературно-пышной фразой. Это ответственность. Что это означает? Это означает элементарно понять страх, ненависть, злобу, боль, обиду другого. Вот это другое. И коллективно, и индивидуально. Тогда мне станет понятно, почему люди реагируют на референдум, почему они столь болезненно реагировали на присоединение Крыма, почему кто-то из моих студентов действительно в разговоре, открытом разговоре выразил свое опасение и страх, почему март-апрель прошлого года у многих моих латышских коллег вызвал очень нервную реакцию. Я не хочу это принимать, это бесперспективно, но я могу это принять, я обязан это понять. В таком случае вам становится легче общаться в латышском обществе, я так понимаю? Да, потому что я оцениваю их боль, их страхи и их болезненные реакции не как направленные против меня, не как выражение, я не знаю, там узкого, узколобого национализма, а нечто, что... Я отвечу, может быть, фрагментом из пьесы Каллигула, когда одному из римских военачальников стало известно, что Каллигула травил его отца, значит, убил его отца, а одна из римских матрон сказала ему, попробуй его понять, не принять, не простить, попробуй его понять. Это чудовищная фраза, которая требует огромного эмоционального усилия. Я помню как раз это как фраза перед занавесом одного из актов пьесы, я тогда был ошарашен этой фразой. А теперь я понимаю, что понять означает не принять, это означает войти в толщу этого пространства. В таком случае вам становится легче общаться в латышском обществе, и им становится легче общаться с вами. Я не зачеркиваю их эмоциональной реакции, я их не проецирую на себя, я их объясняю. Как исследователь я должен отстраниться от этого пространства. И в таком случае, извините, что перебиваю, вам не мешают те стереотипы, которые, может быть, существуют в латышском обществе по поводу русскоязычных, и русскоязычном обществе по поводу латышей. Да, они мне не мешают, потому что я, к счастью, нахожусь в достаточно таком странном третьем пространстве, я между этих двух культур. С одной стороны, я нередко слышу, да, суперлояльный, или там предатель, или так далее, там бежишь, условно говоря, к власть имущим. Это одна версия. Другая версия, которая была в комментариях и в интернете, нет-нет-нет, ну никогда ты не станешь латышом, потому что латыши – это община тех, кто родился латышами, и поэтому забудь, оставь надежды всяк сюда входящий, да. Поэтому к таким реакциям я уже привык, я нахожусь в этом неуютном, странном третьем пространстве, но у меня, оказывается, есть еще один глаз. Я вижу то, что, может быть, не видят другие, именно потому что я вхожу в это межкультурное пространство. Я вижу это, я вижу стереотипы и корни стереотипов с одной и с другой стороны. И вас не волнует в таком случае, что распространяется информация, по которой получается, что у нас только 7% русскоязычных готовы воевать за Латвию, каждый третий мечтает вступить в Россию или восстановить СССР, или Евразийский союз, ну и так далее. И главные враги у нас у русских, получается, НАТО и США, и главный герой – это Ушаков и Путин. Это я ссылаюсь на то же исследование, которое было в передаче на Каберсене. То есть в таком случае вас это как бы не касается? Нет, почему касается? Если нам будут известны, скажем, источники этого, и будет известно исследование, о котором говорит эта передача, если оно будет доступно для обсуждения, тогда мы сможем его воспринимать всерьез. В данный момент я считаю, что, например, подобная информация на меня не распространяется. Все те категории и проценты, которые вы сказали, лично меня подобные исследования, видимо, обошло стороной. Меня там нет. А вопрос из видеочата, покаятся ли латыши? Ну, покаятся – очень громкое слово, вот осознают ли? Это вопрос. На самом деле у каждого общества в Восточной Европе, как раз из-за ужасного периода между 1917 годом и 1945, в каждом обществе есть о чем скорбеть и принять свою коллективную индивидуальную вину или ответственность. Так сделало немецкое общество, над этим работают Великобритания, над этим работают во Франции, над этим в период перестройки работало российское или советское общество, когда открывались сталинские архивы, литература, поток источников и так далее. У нас есть целый ряд исследований, которые говорят о ответственности, скажем, латышского назеления в период немецкой оккупации, о коллаборационизме мы говорим мало, но у нас есть целый ряд свидетельств, которые говорят о том, что в рамках советского режима был целый ряд людей, которые, и интеллектуалы в том числе, которые сотрудничали с советской властью, попробуй не сотрудничай. То же самое происходило на оккупированных немецких зонах и в Советском Союзе. То есть, наше общество, возьмем Португалию, возьмем Испанию, общество после Франко и так далее. То есть, у нас во всей Европе есть потенциал для покаяния, но ожидать, что сначала вы нам, а потом мы, вам нет. Речь не идет о каком-то коллективном акте или о празднике, или о церемонии, или о шествии. Речь идет о вашем индивидуальном, это я отвечаю на вопрос видео-чата, речь идет о вашей индивидуальной, скажем, деятельности. Вы можете закрыться в своей боли, я не знаю, в своем статусе негражданина или в том, что вы считаете, что кто-то вас обманул или еще что-то, и можете ничего не делать, а можете попытаться принять. На самом деле, я прекрасно понимаю, что подобные мои теоретические взгляды здесь все равно вряд ли что-то изменят в нашей политической элите, и вряд ли, допустим, национальное объединение сейчас осознает, что они не способствуют межэтническому диалогу или, допустим, интеграции. Кстати, многие представители нас объединения, тогда еще это было ННК, и господин Страума, и господин Калнын как-то пересматривают свои взгляды на жизнь. Ну, слава богу, что кто-то что-то пересматривает. Было бы очень грустно, если бы люди закрылись раз и навсегда в одном списке своих представлений. Мы просто видим, что пока что у нас нет больших, скажем, достижений в этой области. И, к сожалению, в прошлом году наш восточный сосед показал, насколько у нас хрупкое вообще общее пространство и насколько оно дырявое. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Моя семья, я постараюсь с Куротка, перенесла тяжелейшие испытания, поскольку, с одной стороны, мой предок боевал в составе латышских красных стрелков, расстреливал дворян в 2018 году и женился, венчался с дочерью лично почетного дворянина. С другой стороны, в 1937 году его расстреляли. Мы до сих пор не можем понять, кому нам предъявлять счет и кто должен перед нами покаяться. Но это как и сапропо. У меня такой вопрос. Скажите, вот как вы смотрите на такой факт, что в таком регионе, как Беларусь, никто ни перед кем не кается, но в этом регионе постоянно рождаемость превышает смертность. Никто не умирает от голода, от холода. И когда туда попадаешь, только и думаешь, как бы там еще побольше побыть, поскольку такая чистота и такого уровня жизни на всем протяжении бывшего советского пространства нет нигде. Я могу только сказать, что вряд ли раскаяние или, скажем, индивидуальная ответственность может влиять на демографические какие-то моменты. Так что я думаю, что плодиться и размножаться мы от этого больше не будем. Говоря о Беларуси, я рад, что слушательница нашла свою обетованную землю совсем недалеко от нас. И я считаю, что в Беларуси все еще существует недемократический режим, в котором чистота и порядок в какой-то степени могут быть по Темкинской деревне. Или же, по крайней мере, часть моих знакомых, которые путешествовали по Беларуси, тоже в восторге от этой чистоты, от клумб, от порядка, от полидежурищих милиционеров и так далее. Но с другой стороны, попробуйте вы, например, заявить о том, что женщин дискриминируют по признаку пола, допустим, в области занятости или политики зарплаты. Или, например, кто-то из политиков решит, допустим, обсудить вопрос о однополых браках. Вы тогда увидите, где окажутся эти люди. Так что давайте все-таки выбирать голод и так далее. Это достаточно абстрактные категории в данном случае. Но я рад, что, по крайней мере, кому-то Беларуси нравится. Ну, видимо, у каждого свои приоритеты. Несомненно, нет. Я рад, что слушательница счастлива. Давайте еще звонок. Примем. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Добрый день. В 40-х годах латыши спасали крестьянство. Латыши спасали и евреев, и русских. Прошло время. Сейчас начались какие-то перетягивания одеяла. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но простой народ, наверное, латыши и русские, минимизационно это делают. Больше делают политики. Хотел дополнить следующее. Вот марш был во Франции. Все руководители шли в одном ряду с народом. Но это прошли по Парижу в память жертв. Но вот в Донбассе почему-то никто не ходит. Спасибо. Здесь мне, опять же, очень трудно что-то комментировать. Мне только жаль, что подобного марша солидарности не было у нас здесь в Риге. Потому что, на самом деле, у нас тоже есть, правда, небольшая, но мусульманская община. И, на самом деле, неважно, какая община есть и как далеко мы живем от Парижа. В какой-то степени это свидетельство того, что мы достаточно пассивны с точки зрения подобных глобальных тем. Да, в интернете кто-то писал, скажем, свою связь с этой редакцией или какая-то другая форма солидарности. Я видел даже на одном продуктовом магазине. Было мелками написано «Я тоже Чарли». Но жаль, что у нас подобного спонтанного массового мероприятия не было. Потому что это в какой-то степени было бы действительно солидарность и элемент, скажем, политической культуры. Потому что, на самом деле, то, что произошло, просто является таким фурункулом того воспаления, которое находится, скажем, внутри. И французское общество тоже очень стратифицировано, оно очень разделено по социально-культурно-образовательным моментам, которые продолжают, скажем, развиваться и в доступе к рабочим местам, и в зарплате, и так далее. То есть те, скажем, беспорядки в предместе, которые были почти 10 лет назад, если не ошибаюсь, в пятом году или в шестом, они были достаточно четким сигналом того, что французское общество далеко от, скажем, от диалога. К тому же сейчас проблема в том, что правые радикалы в Европе получили просто гигантский подарок для аргументации против, скажем, культурного диалога, терпимости, включения и так далее. Вы имеете в виду теракт? Да, я имею в виду теракт, потому что протест – это символическая форма, но должны происходить тектонические сдвиги в обществе для того, чтобы не создавалась почва для людей, которые находились внутри французского общества и в то же время готовы на подобные действия. Вот по поводу покаяния. Не считаете, что во французском обществе тоже кому-то надо перед кем-то покаяться? Мы много говорили об этом теракте, о Шарли Ибду в нашем эфире в том числе, и, в общем-то, помимо однозначного осуждения, здесь никаких вопросов нет действий террористов, возникали также иногда вопросы. А вот посмотрите на колониальное прошлое Франции. Естественно, туда едут иммигранты, потому что у них, извините, есть нечего, а здесь как бы как раз та страна, которая, в общем-то, их в свое время не то что поработила, но, скажем так, некоторым образом использовала для своего благосостояния. Несомненно. Дело в том, что в прошлом году в одном немецком аналитическом журнале была опубликована очень хорошая статья, которая называется «Культура молчания». И французская политическая культура, начиная с Деголя, была обозначена как культура молчания. То есть, условно говоря, мы не говорим об этом, об этом и еще о других темах. Там режим Виши как-то так проникает, но в какой-то степени культура Деголя пыталась заглушить эту тему, потому что она очень нелицеприятна. И я знаю, что в период Саркози была попытка вернуться к «славному», в кавычках, колониальному прошлому, даже на уровне учебников истории, что вызвало во французских кругах учителей большие протесты. И в этом французское общество радикально отличается от нашего общества. Там традиция социальной мобилизации по темам, скажем, культуры, гуманизма, прав человека, равноправия и так далее, они буквально на уровне рефлексов. Это моментально создается достаточно четкое мнение против или за. То есть, это всегда сфокусированный ответ на какую-то реакцию власти. На ваш взгляд, возможно ли нечто подобное, не дай Бог, на территории Латвии? Нет. Насколько мне известно… Учитывая, что наше напряжение некоторое между общинами. Насколько мне известно, если вы говорите о русскоязычных и латышах, даже омусы… Видите, дело в том, что в основе того ужасающего теракта, который произошел в Париже, лежит, скажем, религиозный фанатизм. Фанатизм, который подпитывается тем, что целый ряд молодых людей принимают его, входят в это пространство и считают, что они тем самым начинают обретать какой-то свой образ, свое лицо. Так вот, почему они до этого были без лица? Почему им понадобилось это? Почему они решили сказать «да» этому? Это другой вопрос. А у нас в Латвии… То есть, это, извините, что пребывание имеет отношение к каким-то разногласиям между мусульманской и христианской общинами или социальными слоями общества? Видите, мусульманская культура обладает огромной традицией культурной толерантности, которая существует и в мусульманской философии, и в литературе, и это было известно еще в XVIII веке, тот же Лессинг, прочтите пьесу Натан Мудрый «Парабола о кольцах», значит, три монотеистические религии, и диалог между христианами и мусульманами существует весь XX век, и XXI век является его продолжением. Мы имеем дело с глобальной культурой политически-религиозного фанатизма, который отнюдь… Проблема стоит в том, что он как будто бы закрывает с собой тот потенциал толерантности и гуманистической традиции, которая существует в исламской культуре, и он почти не слышен. Поэтому я помню, были семинары, например, в Веймаре, где христианские теологи и специалисты в области ислама сидели за одним столом и в дивном диалоге рассказывали, какова, сколь глубока традиция этого межрелигиозного диалога, то же самое христианство и иудаизм. А то, что выходит на передний план, это политический терроризм, который подогревается самой радикальной военизированной версией ислама как воюющей религии, как религии, которая, да, скажем, в контексте этой религии мусульманские государства успешно захватывали европейские территории и добрались аж до французских регионов, по-моему, до Пуату. И целое… Несколько веков Испания была, скажем, под властью мусульманских государств, но в то же время там развивалась уникальная архитектура, культура, философия, живопись. И все это сейчас почему-то находится в тени. И я думаю, что если бы у нас было сильное гражданское общество, у нас поднялись бы люди и голоса, которые бы, условно говоря, создали бы на следующей неделе межрелигиозный форум, который можно было бы транслировать, скажем, в интернете, и он был бы доступен для всех, и мы могли бы объединиться, если не в демонстрации по улице. Ну, видимо, нет у нас такой культурной традиции ходить по улице. Холодно. Холодно, да. Ну, климат не способствует гражданскому единению. Но можно было бы создать подобный форум, где представители, скажем, всех монотеистических религий могли бы объединиться и, собственно говоря, объяснить обществу, что есть гигантская история и потенциал межрелигиозного диалога. Для Латвии может быть актуальна проблема исламского радикализма? Это глобальная проблема, поэтому для любого общества, для любой страны Европы это может быть вызовом, потому что, на самом деле, всегда могут появиться люди, которые посчитают, что с помощью насилия и уничтожения кого-то другого, они могут каким-то образом, не знаю, достигнуть своей цели доминирования одной религии. Но дело в том, что доминирование моментально будет вызывать обратные реакции и насилие. Подобные теракты, то есть, получается, возможно, и в Латвии? Я думаю, что... Несмотря на то, что у нас нет колониального прошлого. Я думаю, что мы все, вся Европа и, по сути дела, весь мир являемся, это цитат из Ульи Хабека, являемся обществами глобального риска. И терроризм является одним из подобных рисков. Вопрос только в том, что во Франции есть больше почвы для этого, есть больше предпосылок, есть больше условий и контекста. Но в Латвии теоретически это возможно? Теоретически в мире возможно все, что угодно. Спасибо. Напомню, что в гостях у нас был профессор университета Страдани Денис Ханов. В студии работала Оксана Антоненко. А нам пора прерваться и заканчивать нашу передачу. Сейчас новости и реклама.